Вообще, недавно я просто была на конференции ВКонтакте, где давали статистику. И ребята из ВКонтакте считали, что Инстаграм в центре есть у них второе место по охвату нашей страны. Первое, естественно, ВКонтакте, второе Инстаграм, охват с рабильным устройством. Причем это не просто охват, но это еще и увлеченность. Например, в среднее время, которое идет проводить на сайте ВКонтакте, 30 минут с рабильным устройством. А в Инстаграме 15 минут. Все остальные соцсети, даже Фейсбук, анапасники, идут с большим отрывом, нижним. То есть Инстаграм — это, на самом деле, одна из самых крутых сейчас в ваших возможностях вырваться вперед. Когда я пришла в Инстаграм, я занялась Инстаграмом подарю жизни с 2015 года. У нас было 1000 подписчиков. И существовал он, на тот момент, с 2012 года. То есть ему было уже 3 минуты. Где-то через год после того, как я пришла, у нас было 15 тысяч подписчиков, и сейчас у нас это 35 тысяч. Я хочу, чтобы вы понимаете, что, конечно, история «Подари жизнь» — это история, которая подойдет не каждому из вас, потому что это функция определенного уже наработанного информационного, в том числе, капитала. Однако я уверена, что есть чем с вами поделиться таким, что будет вам интереснее, пригодится вам работать. Ира, можете вот чуть-чуть сюда все-таки. Давайте я определю точку, в которой экран стоит. Здесь? Да, хорошо. В презентации я использовала фотографии доходных инстаграмных плаверов. Надеюсь, я не обидится, это не коммерческое использование. Для того, чтобы сделать ваш Инстаграм именно вашим, чтобы вы были узнаваемы, чтобы у вас был ваш том, чтобы люди приходили к вам и точно знали, где они находятся, не будут ли у вас ни с кем, есть на самом деле пять шагов. И первое — это определите, в чем ваша уникальность и какая ваша целевая аудитория. Это приписанная истина, о которой говорят те, кто все и всегда. Но, тем не менее, всегда у всех возникают с этим сложности. На самом деле, для определения вашей уникальности есть очень простое упражнение. Определите, для чего есть ваш фонд. И уберите это слово «добро». Посмотрите, что останется. И вот то, что останется, это будет ваша уникальность. Например, уникальность «Воинно подари жизни» в том, что мы знаем все о детском раке. И если у ребенка рак его, в принципе, можно вылечить, то мы знаем, где это сделать, и мы это сделаем. Определите уникальность и определите вашу целевую аудиторию. Цельвую аудиторию, то есть причину, по которой люди выберут именно вас. Кто они? Я надеюсь, у вас нет иллюзий насчет того, что люди приходят просто делать «добро». Они приходят для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. Различные проблемы, конечно, у них бывают. И вполне возможно, что люди приходят к вам для того, чтобы справиться с мировой несправедливостью. Люди приходят к вам для того, чтобы получить тепло. Люди могут приходить к вам для того, чтобы быть причастны к какому-то престижу. Это тоже причина прийти. Вам нужно понять, в чем та причина, по которой они выбрали именно вас. И после того, как вы это поняли, вам нужно определить, какие люди по этой причине к вам придут. Буквально составите их портреты. Набросайте семь человек. Кто они? Чем они занимаются? Куда они ходят? Где они проводят свое свободное время? Как они общаются с своими друзьями? На каких звезд они подписаны? И исходя из этого, уже в дальнейшем вы будете строить общение с вашей аудиторией. После того, как вы пройдете, вот этот первый шаг, ваша уникальность и ваша цель в аудитории, на самом деле, все уже, в принципе, станет понятно, все будет значительно проще. Вы найдете ту точку, в которой эти люди делают что-то для другого, но получают для себя. Это очень важно. Для того, чтобы общаться с ними в Инстаграме, кстати, один из вопросов, мне прислали вопросы, которые задавали люди, готовясь к нашей встрече, было, что делать, если у нас нет фотографов, что это? Ребята, это вообще не проблема. Самое главное здесь не столько фотографии, сколько фотографии плюс ваш текст. Вам нужно определить, собственно, какой текст вы будете давать. В Инстаграме нет такого правила, и я еще подробнее пройдусь по тексту, нет такого правила, что текст должен быть коротким или текст должен быть длинным. Вообще, в России в Инстаграме модный лонг-ридер. Инстаграм позволяет запихнуть вот эту маленькую картиночку около пяти серьезных оплатив текста, и вы сможете динести свою мысль, сколько вам необходимы мысли, столько вы сможете динести. В России модно лонг-ридер под Инстаграмом. А на Западе, например, этого вообще не идет. Поэтому мы в этом смысле немножко особенные. На Западе картиночка, маленький текст, и куча хэштегов. У нас работают на такт. Нас люди любят почитать. Они приходят в Инстаграм заедены. Мы постим в Инстаграм обычно, ну, средний обзор с текста, потому что, ну, просто это наш стиль такой. Вам нужно определить, что будете делать вы, какова будет ваша длина текста, какова будет манера изложения. Я за то, что в Инстаграме была самая простая манера изложения, в которой вы общаетесь со своими друзьями. Потому что люди приходят туда отдыхать. Они получают официальную сводку о том, где было какое-то наводнение, где сколько-то кого спасли. И общаетесь так, как вы общаетесь с своими друзьями. И я всегда очень рекомендую, чтобы Инстаграм вызвал один человек. Желательно тот же самый человек, который общается с вашими подписчиками ВКонтакте. Потому что очень часто люди переходят, подписались на вас ВКонтакте, а потом пошли подписаться на вас в Инстаграме. И меня очень удивляюсь, когда с ней общается в какой-то совершенно другой манере. Очень важно, чтобы было сразу узнаваемо, что Инстаграм ведете вы. Что это ваш фонд. Поэтому я всегда рекомендую, чтобы адреса ваших соцсетей все совпадали. Никогда не берите себе какое-то уникальное имя в какой-то особенной сети. Если ваше имя свободно, забивайте его за собой сразу. По этой же причине я, кстати, всегда рекомендую всем, вне зависимости от того, собираетесь вы присутствовать в какой-то соцсети или нет, зарегистрируйтесь там. Просто, чтобы за вами было ваше имя, чтобы потом под этим именем туда не пришел кто-то другой. Вы можете аккаунт перевести. Так вот, обязательно возьмите свое имя, которое у вас в Фейсбуке или в ВКонтакте. Обязательно оформите. В цветах вашего брендбука всегда говорю я, и часто за это вопрос, что это. У вас должны быть разработаны цвета вашей организации. Это очень важно. Это не какая-то блажь. Они вас будут узнавать. В буквальном смысле выберите номера тех цветов, которыми вы оформили уже в ваш ВКонтакте или ваш Фейсбук. Запишите себе где-нибудь эти номера этих цветов и в дальнейшем оформляйте все аккаунты имиджа. Очень важно, чтобы у вас было указано имя в Инстаграме и описание. Почему? Потому что имя и описание – это единственное, что инфиксирует поисковую систему. Все остальное поисковую систему не приинфиксируют. Если люди захотят на это, и у вас в Инстаграме они будут искать по имени и по адресу. То есть вы указываете фонд там, как вы называете с какой-нибудь, яркая роза и описание. Помогаем там действовать чем-нибудь. Это тоже важно. Про рубрики я всегда говорю, но я не уверена, что сейчас это уместно, потому что в оформление они тоже входят. Очень многие предпочитают, если мы постим какую-нибудь там историю из библиотеки хороших историй нашего фонда, то мы специальным образом ее оформляем. У нас написано на ней, стоит какой-то там цветок. Очень многие любят оформлять так. Например, фонд «Say the Children». Это зарубежный фонд оформляет так свои посты с хорошими историями. Обязательно у них такой рубрикатор. Они помещают одним значком какую-то картинку. Или мы сразу легко ориентировались в вашем профиле, заходили, посчитали, что это веселое, нашли цветочек, перешли туда. Визуальная концепция вашего профиля – это то, о чем говорят инстаграмщики, что обязательно должно быть все красиво оформлено, у нас должны быть там… Они разбивают по цветам свои профили. Честно, я не уверена, что это актуально для НКО. Но я обязательно должна этого не писать, потому что разговоры об Инстаграме без этого не будут полным. Для НКО самая большая проблема всегда – это контент. И то, с чем сталкиваюсь, в том числе я, каждый день, когда приходит наш фотограф и говорит, ну там не очень фотография, послушай, мне вообще надо что-то постить. Ну правда, у меня нет возможности отбирать по цветовой палитре или еще как-то. Но у нас всегда есть возможность обрабатывать. Поэтому все равно разработайте вашу цветовую палитру. и старайтесь ее как-то придерживаться. Я потом покажу, как это делать. Варианты контента для Инстаграма. Самое сложное для НКО, мне кажется, в принципе, набрать контент, как я уже сказала, и ориентироваться здесь на западный опыт. Как мы всегда говорим, давайте будем ориентироваться на западный опыт. Посмотрим, что делает тот же Енисэф, посмотрим, что делает еще какой-нибудь антираковый фонд. Смотреть на это бесполезно, потому что у них другие законы. Мы, например, не можем постить в наш Инстаграм наших подопечных. И это большая проблема. Причто потому, что завтра могут прийти родители и сказать, мы запрещаем постить. И все об этом знают. Мы обязаны подписывать согласие с каждым человеком, которого мы размещаем в наших соцсетях. И это сложно. Это действительно очень проблематично. Поэтому обычно это... Хорошая история, это вообще самый бомбический контент, поверьте. Это то, зачем люди приходят в Инстаграм. Если у вас есть, чем поделиться. Если у вас есть рассказать что-то о ваших подопечных, или какие-то действительно произошло что-то приятное, какое-то развитие, обязательно делитесь этим. Это то, что набирает наибольшее количество лайков. Это то, что набирает наибольшее количество комментариев. Потому что Инстаграм у нас есть положительных эмоций. В Инстаграме вы всегда можете размещать сводки из жизни вашего НКО. И, кстати, сводки из жизни прекрасно идут в сторис. Это божественный совершенно формат. Я очень его люблю. Рассказы о ваших достижениях, интервью с вашими сотрудниками. Все это можно снимать на мобильный телефон. И для этого необязательно владеть искусством фотографии. Я не умею фотографировать. У меня далеко не самый продвинутый iPhone. И, насколько я знаю, на тех же Huawei и на Samsung сейчас вообще шикарные совершенно камеры, которые бьют iPhone по всем параметрам. Поэтому не надо думать, что если у вас какой-то непродвинутый телефон, вы не сможете это делать. Сможете. Любую фотографию можно обработать. И тоже я покажу, как это сделать. Вы можете проводить в Инстаграме опросы, или можете проводить флешмобы. Но с флешмобами все обстоит сложно. У нас есть опыт проведения пары флешмобов. И я тоже об этом чуть попозже расскажу. Сейчас я пролистаю свой листочек, а то не успеваю. Что касается контент-планов. Очень многие просили рассказать о контент-плане в Инстаграме. У меня нет контент-плана в Инстаграме. Когда у меня появляется картинка, подходящая для Инстаграма, я ее попущу. И я думаю, что большинство из вас поступает так. Я всегда обязательно занимаю штук на телефон, когда я прихожу в больницу, когда мы общаемся с каким-то ребенком. То есть всю повседневную жизнь нашего фонда, все, что я могу задокументировать на телефон, я обязательно документирую. И потом это обязательно пригождается. Но контент-плана как такового у меня нет. Тем не менее, я прекрасно знаю, как он должен быть организован. Самую большую часть вашего контент-плана, когда вы только начинаете развивать ваш Инстаграм, должны занимать информационные посты. Почему? Потому что вам нужно построить лояльную аудиторию. А лояльность аудитории, она стоит, самый первый, самый главный, самый толстый кей-то лояльности, это информированность и понимание того, что вы, собственно, делаете. Почему люди должны к вам прийти, к чему они должны вам доверять. Когда они это поняли, они уже переходят на следующий шаг, заинтересованность. То есть сначала вы должны проинформировать о вашей миссии, и эти посты должны быть достаточно регулярными. Если бы вы разбивали ваш контент-план на 5 дней, то я бы сказала, давайте на 6 дней, то я бы сказала 3 дня этой информационной посты. просто для того, чтобы постоянно поддерживать эту дурную осведомленность людей о том, чем вы занимаетесь. Можно сразу вопросить? Вообще, я считаю, что приоритет информационного поста всегда первичен. Потому что люди, не просто все к вам сразу пришли, поселились, все сидят, по-моему, приходят новые люди, которые все равно должны все узнавать. Три поста информационные, два поста развлекательные, один пост решает какую-то задачу. Я бы ставила именно так. Первое. Первый толстый кит – это информация о вашем фонде. Второй толстый кит – это заинтересованность тем, чем вы занимаетесь. И третий – это уже лояльность к вам. Многие тоже спрашивали про премию поста. В Инстаграме с этим очень просто. Люди считают Инстаграм, когда идут на работу или когда идут с нее. Никогда не постите в промежуток с 2 до 6. Это вообще бесполезно. Ваш пост потонет. Иногда, когда у нас тут в Инстаграме же в бизнес-аккаунте, есть приложение премии, когда заходят. Есть. И там иногда пишут, например, 3 часа дня. Есть, да. Но это те, кто устал после обеда, а в основном люди едут на работу или старят. И едут с работы или старят. И еще перед с вами. 2-3 часа вообще бы мордил просто. Поверьте. А днем я бы не стала. Сторис. Я не знаю, пользуетесь ли вы сторис. Пользуетесь ли вы сторис, товарищи? Кто-нибудь пользуется? Очень хорошо. Сторис имеют в 2 раза больше охват, чем посты в Инстаграме. Тоже не знаю, в курсе вы или нет, но Инстаграм и Фейсбук – это вообще одна контора. То, что сейчас творит Фейсбук с сообществами, очень мешает нам жить. И я не знаю, как долго еще продлится вот этот прекрасный праздник в Инстаграме, когда мы действительно имеем охват, который мы наработали. Но мне кажется, что недолго. И однажды они придут к тому, что они будут резать охваты Инстаграмных постов. По крайней мере, в данный момент в Инстаграме у нас такой охват, какое количество у нас подписчиков. А в сторис охват вдвое больше. Всегда. Поэтому обязательно пользуйтесь сторис. Не говоря уже о том, что там выше охвата, есть это единственная возможность прямой ссылки в Инстаграме, но только если у вас бизнес-аккаунт. Переходите на бизнес-аккаунт. Это очень легко, вопреки расхожему мнению, это не снижает охват. Это дает вам статистику, это дает вам возможность прямых ссылок в сторис. Плюс, сторис – это абсолютно любой стиль. И это возможность прямого общения с вашими пользователями. Потому что люди пишут, что вам поднимут комментарии, вы сразу получаете их в директ, можете сразу же ответить и так далее. Что постить в сторис? Пожалуйста. Вы можете постить повседневную работу вашей организации, рассказывать людям об этом. Вы можете рассказывать один день вашего сотрудника, дайте вам телефон какому-нибудь вашему сотруднику, пусть походим к какому-нибудь координатору, пусть снимают, но не постоянно, конечно. Не помпите сторис, максимум 5-100 в день делайте. Вы можете делать прямые эфиры. У них еще большая охвата, чем у сторис. Это так прекрасно, я так люблю это. И анонсировать прямые эфиры нужно обязательно, потому что когда вы делаете прямой эфир, человек его видит только если он в этот момент был в Инстаграме. Для того, чтобы вам собрать всех ваших подписчиков, для того, чтобы они позвали своих друзей, если у вас будет какой-то интересный прямой эфир, вам обязательно нужно анонсировать, это делать лучше всего в сторис. Вы можете постить там графические посты, какие-то ваши, под графическими постами, я имею в виду какие-то призывы к действию, или там мы собираем одежду для бездомных, там завтра в 12 часов вот в этом месте, это идеальный пост для сторис, он разойдется, они будут его шерить, потому что эти сторисы можно пересылать своим друзьям. Обычно пост в Инстаграме достаточно сложно расширить, нужно взять механику, а со сторисом это значительно проще. Главный секрет о фотографии в Инстаграме? Самый главный секрет, протирайте, пожалуйста, камеру. Потому что я всегда беру камеру и вдруг вижу там какой-то отпечаток пальца, и он всегда попадает на картинку. Используйте разметку, она есть, она встроена в Инстаграм, она позволит вам не завалить горизонт, если вы не завалите, дальше вы все исправите. Фокусируйте, я надеюсь, вы знаете, как это делается, потому что, возможно, нет, это просто нажимаете пальцем на экран и держите долго. После того, как вы долго подержали, произошла фокусировка, и у вас будет прекрасный фокус. Самый главный секрет, занимайте при естественном освещении без вспышки. После этого любую фотографию можно довести до уровня Инстаграма очень легко. И вам не понадобится для этого фотограф. Если вы используете текстовку, обязательно выберите один шрифт, никогда не пользуйтесь у 25 шрифтов. Сторис сейчас позволяет, например, постик порядка пяти шрифтов. Выбирайте один, вы должны быть узнаваемы. Люди должны получать вашу шрифт и знать, о, это мой фонд, розочка. Выбирайте ваши фильтры в тех программах, которыми вы обрабатываете фотографию. Да, ради бога? Хорошо, что вы пришли. В тех программах, которыми вы обрабатываете фотографию, например, в S.E.K.O. программа, которую большинство пользуются, она бесплатная, ее можно установить из App Store, и, мне кажется, на Android она тоже наверняка есть. Там миллиард этих фильтров. Разработайте те фильтры, которые вы будете использовать для вашего фонда, остальные уберите в архив, просто чтобы они вам не мешали. И тогда вы постепенно придете к одной палитре в Инстаграме, и у вас будет красивый модный профиль. Используйте обработку и накладывайте эффекты. Я покажу сейчас, как это делать. Вот программа, которая вам для этого понадобится. Самая главная, самая волшебная программа. Первая, Snapseed. В ней можно вытащить любую фотографию. Презентацию пришлют? Презентацию пришлют? Да, презентацию пришлют. Программа Snapseed вытащит любую фотографию абсолютно. Замажет любую вашу опложность, поправит любой ваш горизонт, сделает вам любой свет. Ой, не подписала. Инстагрица Giant Square – это для особо продвинутых Инстаграмщиков, для тех, кто любит создавать витрины. Знаете, заходите в Инстаграм-профиль, а там много-много фотографий, это как такой пазл. Именно нигде уже такая степка растает. Что-то не делалось вот в этой программе. Это очень просто на самом деле. Кажется, что это требует какого-то определенного сноровки. Нет, не требует вообще. Просто заходите туда, загружаете картинку, вам будет бывает, как это сделать. Но я бы этого не делала. Почему? Потому что Инстаграм давно грозит перейти на линейку с 3 в 4. И когда они перейдут на линейку с 4, лишь они это сделают. Все эти витрины полетят. Вот это тоже очень полезная программа. Инстаграмщики ее очень любят. Программа УНУ. Она позволяет вам увидеть цветовую палитру вашего профиля, когда вы ее создаете. И она подсказывает вам, как лучше обработать дальнейшие фотографии, для того, чтобы они смотрелись очень красиво, чтобы у вас был модный блогерский контент. Вот это тоже продвинутые, интересные программы. Это вообще тренд 2018 года, двигающиеся фотографии. Когда стоит статичный человек, у него, например, развиваются волосы. Это все делается здесь, при определенной сноровке 15 минут. У вас есть такая фотография. Это очень просто. И одна из тоже моих любимых программ обязательно советует установить. Если вы будете выбирать две, вы устанавливаете снапсид и ретушь. Любого человека, случайно закрашившегося на вашу фотографию, вы посмотрите за две минуты. А теперь посмотрите. Эта фотография, которую я сделала на телефон, вот так она выглядела после обработки. И вот еще сделала на телефон фотография. Та-да! После обработки. Зимная, прекрасная. Фотография была сделана в октябре. Снег мы на нее наложили. Очень здорово. Вышел фрактестинская фотография. Это делается за две минуты. В программе снапсид. Я всегда говорю, что любая ваша коммуникация, которую вы планируете, должна быть передана одной крутой фотографии. Крутая фотка – это фотка, которую каждый ваш подписчик захочет себе в Инстаграм. Если вашу коммуникацию нельзя передать крутой фоткой, она проводилась. Каким должен быть ваш идеальный текст в Инстаграме? Это базовые знания абсолютно о любом тексте некоммерческой организации, но я думаю, что их всегда не лишний повторить. Первое. Ваш текст должен быть очень понятным, предельно понятным. Месседж, который вы пытаетесь донести до пользователя, он должен считывать сразу. Он должен быстро почувствовать себя очень умным. И если человек быстро не почувствовал себя очень умным, посчитав ваше сообщение, то вы можете, в общем-то, не продолжать. Поэтому вам нужно постоянно сокращать и упрощать, выкидывать все лишние детали. Это правило, которое действует для всех текстов, и особенно для Инстаграма, куда люди приходят отдыхать, получать прекрасные эмоции. Один текст, одна идея – это тоже базовое правило. Если в вашем просте две идеи, человек читает только самую простую, которая не требует от него практически никаких усилий. Мы – хороший фонд, и нам нужны деньги. Это две идеи. Либо хороший фонд, либо нам нужны деньги. Как понять, что ваш текст получился? Проговорите его. Если вы проговорили ваш текст и заткнулись, то место, на котором вы заткнулись, надо полностью переписывать. Если вы читаете их группы, вы отвлекаетесь, вы плохо написали, надо переписывать. Если вы заткнулись, то же самое. И последняя моя всегда проверка. Я всегда говорю себе, могу ли я позвонить своей подружке и рассказать вот это? Вот именно вот этим тоном, которым я это написала в Инстаграме. Если нет, все, я стараюсь, и тексты переписываю. Потому что Инстаграм – это сеть для друзей. Если вы не можете с этим текстом позвонить своим друзьям, этот текст в Инстаграм не годится. Всегда в Инстаграме нужно говорить о близком. Очень любят некоммерческие организации начинать свои рассказы с того, что вот когда-то там в 90-х годах было новое мнение в Гонконге, а теперь вот эти сведения никому в Инстаграме не нужны. Инстаграм – это сеть очень близкая. Людям интересно то, что происходит здесь и сейчас. Инстаграм – это сеть историй, а не суждений. И если вы хотите рассказать «Мой хороший фонд», вы должны рассказать, почему «Мой хороший фонд», кто вас таким считает. Если вы хотите сказать «Мы спасли 30 детей», этого не надо говорить. Надо говорить, как мы спасали Машу. Это сеть историй, сеть текстов. И текстов, которые вы постите в Инстаграм, у текстов, которые вы постите в Инстаграм, обязательно должно быть уникальное качество. Это ваша уникальность. Любой временный месседж, который вы засовываете под эту фотографию, абсолютно все, что угодно, что вы постите в Инстаграме, все равно должно иметь отношение к уникальной миссии вашего фонда. Чтобы человек, который случайно наткнулся в вас в рекомендациях, другое, вы знаете, что есть такая страница в Инстаграме, рекомендации фотографий, которые вам подходят. Человек, который открыл ваш пост, должен понимать, чем вы занимаетесь. Который ваш, не подписчик ваш. О, что мы вам тоже сейчас расскажем. Сейчас я с Воли, если я посмотрю подсказку. А как попасть в такое? Никак. Это не рекомендованное сообщество Фейсбука, куда как-то еще можно попасть, хотя нет, никак нельзя. Это просто то, что рекомендуется вам на основании того, что лайкуют, допустим, ваши друзья. Если ваш друг это лайк, ловится, то появится в лейте. Все, давайте к флешмобу перейдем. Один из самых популярных вопросов всегда. Как запустить флешмоб или коммерческой организации? Как сделать так, чтобы все это делали, чтобы все это лайкали и чтобы вы про нас потом говорили, как про Ice Backed Challenge. У меня нет для вас хороших новостей. Флешмоб запускается звездами. Я не знаю, в курсе вы или нет, но Ice Backed Challenge запускали три раза. И запустился он только после того, как водой убился для нас в декабре. Поэтому хороших новостей не будет. Их запускают, их постоянно ведут и контролируют звезды. Если вы пытаетесь запустить флешмоб своими силами, нет, хороших новостей нет. Этот флешмоб будете реализовывать вы и ваши друзья, которые себя чувствуют по вашему делу. Но, тем не менее, есть некоторые правила флешмоба. Во-первых, у вас должен быть уникальный хэштег, если вы запускаете флешмоб. Обязательно проверьте уникальность вашего хэштега. Его достаточно сложно придумать. Вот у нас, например, в прошлом летом был звездом «возьми высоту». Мы его очень долго придумали. И, в принципе, наверное, он был неплох, хотя мог бы быть гораздо лучше. Почему? В чем была наша основная ошибка? У нас был уникальный хэштег. На тот момент, когда мы его взяли, у него все было, два использования. Хотя казалось бы, такой он прекрасный. «Возьми высоту». Почему никто не использовал? Две штуки было? У нас была четкая механика. Нужно было подпрыгнуть в кадре. И мы рассчитывали таким образом, что люди же любят прыгать в кадре, любят, любят такую фотографию. Мы рассчитывали, что люди будут это повторять, объяснять, почему они это делают с поддержкой фонда «Подарить жизнь». И люди будут таким образом узнавать о фонде «Подарить жизнь». Это так не работает. Теперь я об этом знаю. Флешмобы не дают лояльности. Они дают хайп. Люди просто хотят сделать что-то, что они хотят видеть в своей ленте. Главное – проверка флешмоба на обширность. Ты увидел эту фотографию, и подумал, «Ой, я тоже так хочу». Вот если ты так подумал, это пойдет. Люди будут это делать. Но если этот флешмоб никак не связан с вашей уникальностью, и это была наша ошибка, он никак не будет дальше связан с вами. Люди будут это делать, и они забудут про фонд «Подарить жизнь». Как они будут получать это дело, они прыгали где угодно. Мы были задумывались категорически. Но зато теперь мы знаем, как это делается. И главная еще наша ошибка. Мы ждали, что будет лояльная аудитория. Нет, на флешмоб она не приходит. Лояльная аудитория, как я говорила, приходит после всех вот этих вот шагов. Информированность, заинтересованность, участие, и потом же лояльность. А просто вот так вот, от того, что я прыгнула, крикнула, этого не будет. Да, вот еще. Кстати, к Ice Bucket Challenger. В чем была уникальность именно Ice Bucket Challenger? Как она была связана? Я не знаю, помните ли вы механизм самого этого флешмоба? Люди обливались ледяной водой, и если я не хочу обливаться, то я жертвую определенную сумму в фонд «Варьбэсбасс». Уникальность – это связь с вашей миссией, миссией вашего фонда. Так вот, уникальность Ice Bucket Challenger состояла именно в том, что они обливались ледяной водой. А обливание ледяной водой имитирует полностью ощущение человека больного вас. Вот так это было связано с уникальностью вот этого флешмоба. Это идеально продуманный флешмоб. Я не знаю, почему они запустились третьего раза, только запустили с этой планкой. Какие, кстати, флешмобы благотворительные проводились в нашей стране? Вы знаете? Не слышали никаких? Ну, почищу зубы, что-то такое. Чищу зубы помогает фонд «Конбейска». Да, было такое. Было еще «Вернем долг планете». Вернем долг планете – это ВВФ. Они делали это в прошлом летом. Ваш месседж обязательно должен быть позитивным. Почему, допустим, я не участвовала во флешмобе «Вернем долг планете»? Хотя я участвую во всех благотворительных флешмобах, просто в том числе на моей работе. Потому что мне показалось, это мое мнение, что есть некоторые негативные коннотации, что мы кому-то должны. И постарайтесь вот эту вот негативную коннотацию из вашего общения в Инстаграме исключить полностью. Это быть не должно. Соцсеть для отдыха. Это очень актуально для природных вещей. А как-то можете вы, например, переформулировать, как панда, например, звучала? Как панда могла звучать? Мне достаточно сложно сформулировать для фонда, у которого есть панда, и который вообще в Инстаграме в этом смысле должен быть на лидирующих позициях. У них нет, правда, с контентом. Не-не, но, предположим, это вот не просто хэштег, да? Ну вот я сформулировала для нашего, это сформулировала я, для нашего флешмоба сформулировала хэштег «Возьми высоту». Мне связала его с уникальной миссией нашего фонда, и поэтому люди в отеле мы без связи нашего фонда. Мне показалось, что это и позитивный хэштег, и такой призывный, и все картинки были классные, люди в отпуске летали, как раз был отпускной сезон, все было прекрасно. Сейчас, сейчас вы так это сформулировали? Сейчас, я надеюсь, что мне не поставят такую задачу, счастлив. Но сейчас, это был бы вообще не такой, конечно, флешмоб, потому что сейчас я уже понимаю, что вот это, это отпускной флешмоб. Это вообще не флешмоб фонда, который борется с детским раком. Категорически не подходит. Поэтому сейчас это было бы вообще иначе сформулировано, это было бы совсем другой призыв, совсем другое действие.